Всех приветствую на своем канале. Родители долго просили и вот решил наконец-таки сделать, как вы думаете, что? Правильно, рукомойник или умывальник на улице. И прежде чем выключать это видео, посмотрите еще хотя бы минуту, уверяю вас, вам понравится. Итак, умывальник. Что может быть проще? Некая емкость, краник и все готово. Но я решил пойти другим путем. У родителей на даче есть летняя кухня, в которой стоит печка и мне показалось, что было бы неплохо, если бы там был бы и полноценный кран с раковиной. Раковина у нас была, а вот все остальное я прикупил в строительном магазине. Итак, кратенько, небольшая схема, как все устроено. На крыше кухни закреплена 200-литровая бочка. От этой бочки идет труба диаметром 20 мм и эта труба соединяется с краном, откуда собственно и льется вода. Все максимально просто. А вот теперь подробно, что и как сделано. Ну, во-первых, зачем такая огромная бочка для воды? Смотрите, эту бочку покупал в интернете на сайте бесплатных объявлений и на тот момент она обошлась мне примерно в 7 долларов или 550 рублей. Мне кажется, что это очень недорого. И несомненный плюс это то, что вам нужно будет один раз наполнить ее водой и думаю воды вам хватит на несколько недель так точно. Это все индивидуально, конечно, но все-таки на очень длительное время. В бочке обязательно нужно сделать отверстие в верхней части или, как сделал я, поставил латунный уголок, чтобы воздуху было куда уходить из емкости. При покупке бочки обращайте внимание на то, что было в ней до вас. Иногда в подобных бочках транспортируют всякую химию и она может быть такой пахучей, что вы замучаетесь выводить этот запах. Так что будьте внимательны. Дальше. Труба. Самая обычная труба из полиэтилена низкого давления, он же ПНД. Стоит очень недорого, покупал 10 метров, по цене обошлась примерно в 3,5 доллара или 270 рублей. Подобными трубами пользуюсь не первый год и, как показала практика, ведут они себя отлично. К бочке трубу присоединил через соединительную муфту. Благо их продается великое множество и стоят они тоже недорого. Соединение трубы с краном, опять же, через пластиковую муфту. Кран покупал самый простой, он мне обошелся примерно в 10 долларов или 770 рублей. Можно, конечно, сказать, что дешманский кран не простоит и года, что скупой платит дважды и так далее. В этом, конечно, есть доля истины и я понимаю, почему этот кран стоит копейки. Но важно понимать и то, что вот этот кран в бане я покупал 5 лет назад и с ним все хорошо, он работает до сих пор отлично. Хоть он тоже один из самых дешевых. Я ни к чему вас не призываю, просто на личном примере показываю, что обычно недорогие краны при плохой воде и скважины, там очень большое содержание металла. Так вот, эти краны ходят минимум 5 лет, а мне кажется и гораздо больше. Но тут вы решаете сами. Дальше. Очень важный момент. Чтобы зимой всю эту нашу конструкцию не разорвало, важно делать трубы с уклоном. И самое низкое место должно быть одновременно и местом, откуда вы наполняете бочку. Я сделал это вот так. Так, шаровый кран и стандартный штуцер для садового шланга. Это примерно еще 4 доллара. Через такое соединение удобно как наполнить бочку, так и слить ее на зиму. Как я говорил, раковина у меня была, а вот сифон я покупал. Это еще примерно 4 доллара или 300 рублей. Осталась финальная часть. Куда сливать воду? Конечно, вариант по старинке в ведро под раковину имеет место быть, но, как говорится, если делать, то делать. Поэтому я решил провести полноценную сливную канализационную трубу на улицу в отдельную яму, которая оборудована старой бочкой и крышкой. Яма находится недалеко от туалета, поэтому неприятными запахами уж точно не будет мешать, даже если такие там и появятся. За трубы цена вопроса 620 рублей или 8 долларов. Вот, в принципе, и все. Что по цене в итоге? Мне вся эта конструкция обошлась примерно в 40 долларов или 3000 российских рублей. Много это или мало? С одной стороны, рукомойник с ведром под раковиной, конечно, бы обошелся дешевле, но спорить о том, что комфорт стоит денег, ну, тоже глупо. Так что, если надумаете делать что-то подобное, теперь вы знаете, во сколько это вам обойдется. Лично я очень остался доволен своей работой, теперь хоть руки или фрукты можно помыть как человек. Как-никак, 21 век на дворе. А у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, всем пока.